Еще недавно ни одно движение Алимжана Куралова не обходилось без посторонней помощи. Мужчина был прикован к инвалидному креслу и все это время он мечтал вернуться к нормальной жизни. Алимжан решил кардинально поменять ситуацию, создать доступное такси для людей с ограниченными возможностями. Продал свою легковушку, супруга взяла кредит. Но денег все равно не хватило. Мужчина попытался выиграть грант на развитие бизнеса, но ему отказали. Отказались помочь и в местном Акимате. То, что Алимжан сам, являясь инвалидом, пытается облегчить передвижение, доступность для инвалидов, это мы очень даже приветствуем. Он надеялся выиграть грант. К сожалению, с местного бюджета на то, что на его нужды мы не можем выделить. А ведь в Сайрамском районе сейчас проживают больше 9 тысяч инвалидов. Только 30 из них пользуются услугами инвотакси. На всех машин не хватает. Ездить можно лишь на больничные процедуры. Другой альтернативы здесь нет. Общественный транспорт не оборудован пандусом. Видите, как здесь расположено сидение. Соответственно, ремней безопасности тоже нет. Пандусом он не оборудован. Для людей с ограниченными возможностями даже улица больше напоминает полосу препятствий. Вот так выглядит пандус в одном из подземных переходов в его районе. А на этих кадрах условия для инвалидов в Туркестане. Их испытал местный градоначальник и остался недоволен. Алимжан Куралов планировал, что его спецтранспорт будет доставлять инвалидов даже на прогулку. Мужчина уверен, тяжелая болезнь может отступить, если пациенту хоть иногда давать возможность забыть, что он болен. Предоставлять машину он хотел за символические деньги. Но пока она готова лишь наполовину. Нет средств, чтобы купить пандус и подъемник. Продолжение следует...